7 января исполнилось бы 95 лет Василию Угужакову. На протяжении 15 лет он был главой исполнительной власти в Хакасии, председателем облсполкома. За эти годы в республике появилось многое и в нашем телевизионном архиве сохранилось множество свидетельств и его заслуг. Виктор Лушников продолжит. Август 1967 на Абаканском стадионе торжества по поводу награждения Хакасской автономной области высшей наградой страны Орденом Ленина. Жители поздравляют руководители области, в том числе и председатель Хакасского облсполкома Василий Угужаков. Ему исполнилось 42 года, всего полгода в новой высокой должности. Василий Угужаков фронтовик, после демобилизации вернулся в Хакасию, немного поработал учителем, был выдвинут на комсомольскую и партийно-советскую работу. С 1967 по 1982 Василий Угужаков возглавлял исполнительную власть Хакасии. Вспоминает его соратница Лариса Орешкова. В ту пору она руководила отделом культуры облсполкома. Если бы не Василий Архипович, у нас бы не было национальной школы новой, у нас бы не было станции скорой помощи, мы не построили никогда большой театр, как я называю, драматический театр в таком плане. Мы никогда в этом маленьком городе не имели бы театра сказка, у нас бы не было никогда троллейбусной линии. Эти вопросы Василий Архипович не только держал на контроле, но и самостоятельно решал. Василий Угужаков, несмотря на высокий пост, был очень скромным и открытым человеком. Охотно решал житейские вопросы людей. В то же время его уважали за твердость и решительность. В архиве нашей гостерадиокомпании сохранилась запись выступления Василия Угужакова на митинге в честь открытия памятника воинской славы. Доблестно сражались с врагом тысячи воинов нашей области. Многочисленными боевыми наградами отмечены ратные подвиги наших земляков. Но не всем пришлось дожить до дня победы. Закладка первого камня в фундамент Саянского алюминиевого завода, пуст гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, строительство и начало работы Бакан-Вагон Маша, комбольно-суконного комбината в Черногорске, широкоформатный кинотеатр «Октябрь». В 60-е и 80-е годы практически все крупные промышленные и социальные объекты возводились под его непосредственным контролем. Часто именно ему удавалось, как говорится, выбить в Москве лимиты и фонды на строительство. Он был вхож в кабинеты союзных министров. После выхода на пенсию Василий Угужаков трудился на общественной работе. Возглавлял областной, а затем и республиканский совет ветеранов. На доме, где жил Василий Архипович, установлена мемориальная доска. И в память о нем одна из новых улиц в 10-м жилом районе Абакана носит имя фронтовика и государственного деятеля Василия Угужакова. Продолжение следует...